Бог есть любовь Слава Ему И сегодня мы видим Его тело, кровь, которую Он оставил нам как завет Это Его любовь И мы знаем, что Господа мы познаем через Его Слово, конечно же Слово, которое Он оставил нам в наследие И через это Слово Господь назидает нас Он нас очищает Освящает Он нас обличает Он хочет, чтобы мы были совершенны Его Слово действительно, оно есть любовь, потому что Господь есть любовь И сегодня я хочу поделиться с вами Словом О том, как Господь призывает нас все-таки в этой жизни Искать лица Его, следовать за Ним Но мы начнем с Ветхого Завета С притчей Соломона Мы знаем, что Соломон имел богатство Божьей премудрости Мы знаем, что Соломон имел богатство Божьей премудрости Этот дар дал ему Господь И вот в одной из своих притчей, 16.3 Он говорит следующее Придай Господу дела твои И предприятия твои совершаться То есть фактически здесь, в этом слове, содержится вся сущность жизни человека Мы знаем, что обычно человеку свойственно полагаться на собственные силы Мы знаем, что это инхеритет для человека Собственные знания, собственный опыт Но все эти способности, они не могут гарантировать человеку успех И мы знаем, что зачастую люди совершают в жизни много ошибок То есть они поступают согласно пословице, которая бытует в этом мире Не ошибается тот, кто ничего не делает Вам знакома эта пословица? И с этим, конечно, можно согласиться, если ошибка, она исправима То есть ошибки, которые мы совершаем, они тоже дают нам какой-то опыт, правда? А если характер последствий будет катастрофичен Вот в этом случае человек ожидает большое огорчение Возочарование за то, что он совершил ту или иную ошибку Ну и, к сожалению, такие ошибки могут совершать и люди верующие Но еще есть вопрос состоит и в том также Какого рода дела хотим мы совершать? Но the question is, what kind of actions or deeds we want to do? То есть изначально, угодны они Господу? Are they pleasing the Lord? Или он в данном предприятии вообще участвовать не хочет Потому что совершается что-то незаконное? Or he will not take part in such undertaking because the deeds are against his will Итак, апостол Павел в своем послании к Ефесянам 2.10 пишет следующее Ибо мы, его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела Которые Бог предназначил нам исполнять То есть о чем это говорит? Что наши дела, они всегда должны быть добрыми А в каком случае наши дела могут быть добрыми? Когда в их основе лежит любовь Любовь не эгоистичная, не человеческая Но любовь Божья Которая, мы знаем, не ищет своего Вообще слово дела Оно имеет несколько аспектов Это могут быть дела, связанные с твоей трудовой деятельностью Работаешь ли ты по найму или ты являешься инициатором твоего предприятия Есть и дела, в которых Могут быть дела, в которых необходимо отстаивать свои права Защищать свой статус Свою независимость Свою правоту и так далее Можно перечислять очень долго Я хочу поделиться свидетельством одного верующего человека О том, как его семья попала в очень неприятную ситуацию Случилось так, что его жену Мать двоих детей Подставили на работу На работе, простите То есть ей предъявили обвинение в мошенничестве В особо крупных размерах Муж знал, что жена его честный человек Но также он понимал, что в этой истории замешаны авторитетные люди С высокой репутацией и с большими связями Ну и поскольку этот человек был верующий Он представил эту ситуацию пред Господом И непрестанно молился о справедливости разрешения этого дела При этом он не сидел сложа руки Ему пришлось продать некоторую часть своего имения Чтобы нанять хорошего адвоката Ночью напролет он взывал к Господу Пока шло разбирательство И когда наступил день вынесения приговора Судья обвел своим обзором сначала его Посмотрел на его измученное лицо Потом посмотрел на несчастную подавленную женщину Которую обвиняли в этом преступлении А потом он посмотрел на тех продажных обвинителей Которые по ложному обвинению привели ее на суд И в этот момент я думаю, что Господь вложил свое видение в глаза этого судьи Судья увидел большой контраст Между обвиненными людьми и теми, кто их обвиняет Мы знаем, что в этом мире правда дается очень тяжело Потому что здесь все продается и все покупается И все-таки несмотря на угрозы авторитетов Судья вынес оправдательный приговор И женщина была освобождена Слава Богу Вот это тот случай, когда дело было представлено Господу И он по своей справедливости совершил его И он, по своей справедливости, совершил его И он, по своей справедливости, расположил в сердце судьи Который впоследствии принял, мы знаем с вами уже, правильное решение Я уверен, что среди братьев и сестер Есть очень много тех, кто может поделиться своим свидетельством Когда наш Господь чудесным образом совершал дела, предприятия Когда они были доверены Ему Ну и я, и моя семья тоже не исключение из этого, так сказать, списка То есть есть свидетельство о том, действительно, когда Господу было предано дело В полном доверии Ему И оно имело положительный итог И если кто-то сегодня находится в отчаянии Переживая сложный момент в своей жизни И человеком овладела какая-то безысходность То человек, к сожалению, недооценивает силу, которую имеет Господь Как сказал Иов в пятой главе, восьмой и девятый стих Но я к Богу обратился бы Предал бы дело мое Богу Который творит дела великие и неисследимые Иов это произнес, когда он находился в очень тяжелом состоянии Он был, можно сказать, полностью сокрушен и в душе, и по телу Мы знаем, да, его судьбу И его дальнейшая судьба нам тоже небезызвестна Когда Иов предал Господу всю эту ситуацию И продолжал доверяться Ему всецело То Бог полностью восстановил его тело, его семью Его состояние И насытил его еще долготой лет Поэтому Господь предлагает, что Свои дела мы предали Ему Чтобы все предприятия, которые мы с вами наметили По Его воле, они имели успех Кто ведет дело разумно Тот найдет благо И кто надеется на Господа, тот блажен Так написано в притчах 16-20 И еще Давид в своем Псалме 54-23 говорит следующее Возложи на Господа заботы твои И Он поддержит тебя Никогда не даст Он поколебаться праведником Только при условии Открытия намерений Богу Мы можем получить благословение от Него И тогда наши предприятия совершатся Мы знаем, как царь Давид всецело был посвящен Богу И прежде чем совершать какое-либо действие За небольшим, конечно, исключением Он представлял его пред Богом Вопрошая в молитве о наставлении и благословении Мы знаем, что Давид уповал на Бога И войны, которые он вел Они всегда были успешны То есть он всегда был победителем И как имеющий знания и опыт отношений с Господом Он призывает сегодня каждого из нас Придай Господу путь твой И уповай на Него И Он совершит Это Псалом 36, 5 Ну, этот Псалом, он действительно является Как бы инструкцией к практическим действиям Как мы видим, он состоит из трех частей Придай путь Господу твой Уповай на Него И Он совершит Итак, прежде всего мы предаем Богу наш путь То есть наши заботы Наши беспокойства Наши переживания Анxieties А также принимаемые решения Так в послании к филипийцам Апостол Павел призывает церковь именно к этому Это филипийцам 4, 6, 7 Не заботьтесь ни о чем Но всегда в молитве и прошении С благодарением открывайте свои желания пред Богом И мир Божий, который превыше всякого ума Соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе И далее И все заботы возложите на Него Ибо Он печется о вас Это уже 1 Петра 5, 7 Итак, мы должны с вами возложить Весь груз наших забот И тревог на Господа Зная, что Он имеет единственное верное решение И Он не только покажет Его нам Но и поможет нам Его исполнить Таким образом предать свой путь Это конкретно волевое решение каждого из нас Итак, в молитве нужно отдать Господу все заботы Принять Его мир, который превыше всякого ума И всецело посвятить себя Его пути На котором ты будешь сохранен По Христе Иисусе И вторая часть послания Давида Это уповай на Господа Это не единичное какое-то действие Это состояние сердца человека Это образ его жизни В полном доверии Богу Это то упование и то доверие И та надежда, которые никогда не постыдят И наконец, третья часть послания Давида Гласит, Он совершит Если первые две части послания Они обращены к человеку То последняя часть Как следствие соблюдения первых Она остается за Господом Который верен своему обещанию И если ты уверен, что движешься Его путем На этом пути уже есть благословение Есть защита И есть полное обеспечение от Бога И наша уверенность, она правда тоже приходит от Господа От слова, которое Он нам посылает И если же человек в молитве своей просит Чтобы Бог благословил Его путь То это не говорит ли нам о том Что Он идет по собственному А не по Божьему пути Конечно, по любви Господь И по своей милости Часто благословляет нас Когда мы вне Его совершенной воли Есть воля допустимая Богом Для нашего предприятия Но на этом пути все-таки не будет Все так гладко Как было бы при исполнении совершенной воли Совершенной воли Которую нам желательно знать И ни о чем не беспокоиться Потому что Бог совершит Но еще раз хочу обратить ваше внимание На то, что уповая на Господа На Его благоволение Обетование и благость Мы все же с вами не должны думать Что можем жить так, как нам хочется Нет, если мы не прилагаем усилий Для исполнения своего долга То это называется не упованием на Бога А искушением Его Приведу пример Если христианин, допустим Хочет освободиться от курения Если христианин Хочет освободиться от курения Или от какого-либо другого непотребства Осознавая то, что Господу это не угодно То, чем он занимается Он просит Бога об освобождении Но сам при этом ничего не делает Продолжая при этом грешить И просто наблюдать, как Бог будет его освобождать То есть это и есть искушение Бога До тех пор, пока человек Не возненавидит совершаемый им грех И не предстанет пред Господом При полном сокрушении сердца В глубоком раскаянии Бог будет поступать с ним По его же лукавству Итак, уповай на Господа И делай добро И жизнь твоя будет успешна Во всех ее аспектах Будьте благословенны, дорогие И да поможете нам Господь Это итоги способ you И May God help us Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»